Согласно постановлению, Дорожный фонд региона стал больше почти на 400 миллионов. Эта сумма пойдет на реконструкцию краснодарских автомагистралей. Дополнительные средства на дороге Краевого центра было решено выделить после недавнего объезда губернатора по городу. Таким образом, субсидирование дорог в Кубанской столице увеличилось почти в два раза. Это позволит до конца года завершить запланированный ремонт, а значит общая протяженность реконструированных магистралей будет 22 километра. При этом все работы проводят комплексно. Вместе с дорожным полотном строят также бордюры и тротуары. Обновляют уличное освещение. Было принято решение о выделении дополнительно городу Краснодару 370 миллионов рублей, чтобы те объекты, которые начаты в этом году, не пошли переходящими на следующий год, а были закончены в этом году. Общая сумма города Краснодару в этом году составит миллиард 700. Из них полтора миллиарда – это краевой бюджет. Губернаторам принято просто действительно беспрецедентное решение. Фактически вместо 8 делаем 14 улиц. Улицы действительно серьезные для города Краснодара. В первую очередь, конечно, это у нас сделана улица Новороссийская, улица Герцена, улица Кирова, улица Уральская, Володарского, Лукьяненко. Согласно постановлению, субсидии получат еще пять крупных городов края Новороссийска, Напа, Геленджик, Армавир и Горячий Ключ. Без внимания не останутся также станицы и поселки. В список включены более 350 сельских поселений. Развитие дорожной отрасли сегодня – одна из важнейших задач на Кубани. Во время последней встречи с дорожниками Александр Ткачев отметил, что краю необходимо постоянно улучшать качество магистралей, чтобы удерживать заданную планку. Дороги Кубани признаны одними из лучших в стране. Кроме того, сегодня регион начинает подготовку к чемпионату мира по футболу, отметил губернатор. А это значит, что в ближайшее время транспортную инфраструктуру, как минимум половины края, ждут масштабные изменения. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».